Ну шо, ребят, всем привет! Снова я, снова вы. Видосик по Call of Duty Warzone 2.0. И сезон у нас тоже, ребята, вышел. 0.01. Но вы спросите меня, Кек, Warzone-то еще не вышел? Все верно, ребят. Warzone выйдет сегодня в 21.00 по МСК. И я буду это обязательно стримить на своем Твиче и на своем Ютубе. Ссылочка, ребята, в описании. Сейчас мы посмотрим на Battle Pass, какой нам добавили Battle Pass. А также мы зайдем в закрытую игру и посмотрим на новые пушки. Как они выглядят, как они себя чувствуют и, в принципе, как они убивают. Все это я вам, соответственно, покажу. Где-то в этом моменте ребята спросят меня. Мужик, ну ты че? Какой Battle Pass? Какие скины? Мы, между прочим, донатить не можем. Ну я вам скажу, ребят, успокойтесь. По ссылочке в описании на плате.ру, либо в телеграм-канале у продавца Форсот вы сможете приобрести Battle Pass, комплекты, валюту. И все это намного дешевле, чем если бы вы покупали это сами. Такие дела, ребят. Ссылочки в описании. Погнали. Идем смотреть боевой пропуск. А боевой пропуск, ребята, выглядит ужасно. Я не знаю, кто это делал, кто это дизайнер. Выглядит это очень странно. Выглядит максимально странно. И у меня вроде как должно быть 63 жетончика. Только вот я их не вижу. Почему-то. Так. Ага. Это мне дали. Я так понимаю. Мне дали Мифа Творец. Это у нас чертеж на МП-7. И мне дали продуманный ответ. Это у нас Дигл. Также мне дали Зевеса. Ну, Зевеса относительно неплохой. Максимально простенький скин. Максимально простенький скин. Заходим сюда. И начинаем. А, вон оно че. Вот как я должен покупать. Хоп. Купил. Хоп. Купил. То есть я на каждый сектор должен потратить примерно по 5 монеток. Все. Завершив сектор 1, вы получили доступ к соседним секторам. Открывайте новые сектора, чтобы получить больше наград. Итак. Здесь мы можем увидеть, что здесь у нас XMR. Victus XMR. А вот в эту сторону нам идти к Баспу. Я хочу в первую очередь открыть его. Потому что ППшка, очевидно, будет очень-очень неплохой. Так. Давайте-ка мы зайдем тоже сюда. Или. Здесь у нас скин на Брайс 890. Складные колобдути поинты. Это деколь. И здесь мы получаем рейнджера. Ля мужик-то какой. Ля какой мужик. Практически как бы милсимовец. Балкан. Черный. Неплохо. Так. И вот оно. Тоже получаем все награды. И нам выдают, соответственно, басп. Отлично. На самом деле мы ведь можем прямо сейчас, получается, получить еще и XXMR-ку. Давайте-ка мы тоже это все купим. Спокойненько. Ножик. Ножик получаем. Нож для писем. Боевой трек. Не знаю. Я всегда отключаю все эти звуки музыки. Оставляю только звуки, необходимые для игры. Слушайте, они добавили... Помните сезон Shadow Company? Когда они добавили кучу крутых раскрасок, кучу крутых камуфляжей черных. И вот это вот буквально то же самое, только они сделали это в этот раз в первом сезоне. Так. Мы получили полностью. Получили полностью доступ. Давайте зайдем сюда. Если честно, это... Как говорил мой дед, тот же хер, только в профиль. Это буквально то же самое. Просто вы теперь сами выбираете. Типа, выбираете, что вы сейчас будете получать. Итак, мы это получили. И сейчас мы получим XMR-ку. Ага. Меня выкинул. Найс. Так, давайте опять боевой пропуск. Все. И заходим в XMR-ку. Получаем вот эту штуковину. Жетон боевого опыта. И получаем Victus XMR. Отлично. Собственно, я думаю, вы увидели, как работает боевой пропуск нынче. Не думаю, что кого-то он сильно впечатлит. Если честно, мне очень не нравится блеклая вот эта карта. Видите, даже когда мы покупаем скины, они все равно не становятся ярче. У них какая-то проблема в MV2 со всем этим выделением полученных каких-то своих приколов. Потому что, допустим, если мы сейчас зайдем в... Например, давайте мы зайдем в персонализацию. Вот что это такое? Почему они такие блеклые? Почему? Почему это выглядит так странно? То есть, если мы сейчас даже до фуллтоновых дойдем. Блин, а зеленый теперь даже не зеленый. Что это за цвет? За что они так? Блин, зеленый был очень крутым. Они нам... Они его исправили. Ну, ничего. У меня уже есть полиатом. У меня есть полиатом на вазниве. Выглядит он просто превосходно. Я могу вам даже показать это немножко на стрельбище. Вы только посмотрите на это. Вау. Вау. Отлично. Отличное оружие. И я думаю, он будет метовым. Поэтому, ребята, обязательно тоже выкачивайте. Все будет очень-очень круто. А, итак. Исполнители. Боевый пропуск. Персонализация у нас появился. Появил сладкая персонализация. Здесь мы можем зайти визитку, эмблему и так далее. Эмблему почему-то забагалась. А хотя, вот у меня за бету. У меня есть за бету геймпадик. Отлично. Геймпадик за бету тоже неплохой. И заходим в магазин. В магазине у нас появились шмотки, ребята. Ого. Ого. А, слушайте, выглядит-то неплохо. Вот он где. Дарт Вейдер, балканец. Слушайте, ну это буквально Дарт Вейдер. Жестко. Но это прикольный скин. Мне нравится. Максимально простая винтовочка. Максимально простая снайперка. Так, что у нас здесь еще? Так, ну этот чел, конечно, странный. Нет, ну не. Это мне не очень нравится. Как-то у него не в тему вот эти руки открытые. Как-то очень не в тему. У него еще пулемет. Так, идем дальше. Atomic Sunrise. Тоже относительно неплохой скин. Относительно неплохой. Круто за дизайнер. Круто за дизайнер. Но, блин, мне кажется, цвет у него такой достаточно помоечный. О, калашик. Калашик. Ребята, для тех, кто не знает, в этой игре, скорее всего, калаши будут в мете. Потому что АК-74У, он очень сильный. А Вазнев очень сильный. И, скорее всего, калаш на семерках также будет очень-очень сильным. Единственное, что визуальная удача, конечно, там не самое приятное. Так, у нас, получается, специалистку Хобу... Почему они все нормально одеты, а это чисто с пляжа сбежало? Что? Что это такое? Так, ну, слушайте. Первые скины, конечно, очень противоречивые. PGX Sport. Хьемал, тактика. Так, что у нас тут еще есть? О, вот он, ребята, скин. Это у нас аналог, получается, этого. Это у нас аналог скина, который сейчас можно получить за... Получается, мясо за снеки из Волмарта. Ну, он выглядит прикольно. Не настолько прикольно, конечно, как скин за Волмарта. Ну, за мясо из Волмарта, ребят. Вот, но тоже неплохо. Ля, у него снайперка какая. Снайперка неплохая, мне нравится. Обожаю снайперки, обожаю играть со снайперками. Так, пустецкий. Неплохо, мне нравится. Так. Они что, теперь похожи на персонажей, которые представлены на превьюшке? Серьезно? То есть мы смотрим на превьюшку, заходим сюда, и здесь тот же самый персонаж. Вау! Дожили. Два года, три года в варзоне сидели, а у нас как бы персонажи на превьюшке всегда отличались от персонажей, которые были в итоге. Так, облик луна. Ну, такой себе, мне кажется, абсолютно дефолтный. Абсолютно дефолтный скин. Чертежи. Так, ну, началось. Ну, началось. Сразу с драконов, с козырей заходят. А где анимешные скины? Вот это уже неплохо. Люди, которые, тактикульные люди, которые сейчас заходят, скажут, вау, круто, нравится. Так, это у нас что? Здесь даже не вижу надписи. А, это лмска, это лмска. Ну, неплохая лмска, хорошо. Так, что у нас тут? Все, ребята, нам добавили чуваков из Call of Duty League. Выглядит они неплохо. Ну, и наборчик сам по себе очень-очень неплохой. Беленькие, беленькие персонажи. Круто, круто, на самом деле. А вот такой, ребята, контент у нас добавлен. Добавлен платный, в том числе, контент в сезон 0.1. Дальше мы сейчас посмотрим, как выглядит прямо в игре. Выглядит М13, как выглядит новая ППшка и как выглядит новая снайперская винтовка. Погнали. Вот так выглядит М13. Ну, собственно, как и в МВ-19 она выглядит практически. С исключением. Так. Я даже прицелиться не успел. Давайте на солнышко выйдем. Вот так. Не знаю, мне очень нравится, как выглядит здесь оружие. Это все-таки не вангуард. Здесь оружие действительно выглядит очень-очень достойно. Анимация, осмотр шикарнейшая. Давайте немножко побегаем, поиграем с ним. Здесь, кстати, сборка на от бедра, на стрельбу от бедра. Убивает вроде неплохо. Но визуальная отдача все равно присутствует. Визуальная отдача все равно присутствует. Не знаю, крайне приятная ППшка. Ну и шутхаус, конечно, переработанный. Он стал, походу, больше процентов на 30. Он стал примерно на 30 процентов больше. Ну, в принципе, шире коридоры, чем в МВ-19. Немножко побольше карта. Не знаю, крайне приятно играется. Так, давайте выберем. Выберем снайперку. Так, мы выбрали снайперку. Ак, это же Х-50. Это же буквально Х-50. Я, смотрите, ее собрал даже так же, как примерно в Варзоне будет выглядеть. Давайте попробуем прицелить с какого-нибудь... Какого-нибудь персонажа. А, не, можно же обзор еще нажать. Опа. Не, ну это буквально Х-50. Из Варзоны. О, да, какая красота. Красота. Вау. Так. Так. Блин, я даже не заметил, на самом деле, этот скин. А персонажи еще бегают в разных скинах. Тоже в костюмчике они бегают. Приятная снайперка, приятная. То есть, у нее скорость прицеливания примерно как у... Примерно как у Х-50 в Варзоне. То есть, где-то 500 миллисекунд. Но это долго, на самом деле. Это, конечно, долго. Для мультиплеера это крайне долго. Но выглядит снайперка достойно. Стреляется на тоже достойно. Так, ребят, но на этом все. Подписывайтесь, ставим лайки, приходим на стримы. Спасибо большое, что посмотрели. До новых видосов.